Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. Доброе утро. У нас в гостях сегодня потрясающая женщина, актриса, наша любимая Ольга Аросева. Доброе утро, Ольга Александровна. Здравствуйте. Как же мы счастливы, что вы сегодня к нам пришли. Мы вас поздравляем с вашим юбилеем, который был совсем недавно. Мы просто невероятно счастливы, что вы сегодня нашли время и пришли к нам. Спасибо. А я вам очень благодарна, что вы меня пригласили, потому что, во-первых, я очень люблю поесть. Так. Я очень отношусь к той редкой породе женщин, которые любят ее и готовить. Вот. Любят и умеют готовить. Да, потому что много женщин любят, но не все. Но умеют. Потом я интересуюсь этим делом. Я очень много гастролей с театром езжу. И я всегда интересуюсь. Всегда там банкеты, приемы, угощают. И я всегда интересуюсь и вот какие-то интересные такие рецепты записываю. От отсюда, да, записываю. Вот. И потом опыт. Все-таки опыт. Большой опыт жизненный. Я люблю готовить, я люблю что-то делать, я люблю что-то придумывать сама. Так давайте же что-то делать, придумывать и готовить. Что мы сегодня будем готовить с вами? Значит, я думаю, что мы с вами чай выпьем, да? И что-то к чаю надо приготовить. Давайте приготовим что-нибудь к чаю. К чаю, да. Мы посидим, поговорим. Соленые огурцы вы отставили. Соленые огурцы. Нет, мы будем делать. Мы будем делать солянку. Солянка? Из-за ситрины. Это мое фирменное блюдо, и я это никому не позволю. Так. Сделать. Вот меня интересует, почему у вас портреты Пушкина, они любили поесть, что ли? Вы знаете, Пушкин, Антон Павлович Чехов. Чехов. Вы знаете, русская классика вообще вызывает аппетит. Значит, вот это будет называться штрудель. Штрудель. По-одесски. Прекрасно. Так, значит, мы уже взяли готовое, годовое тесто. А вообще его можно делать просто и мука, а мука такой горкой сыпется, делается в середине дырка, и, значит, и вода, сколько оно, он возьмет воды. Вот. Но мы возьмем вот это вот тесто. Так. Мы его сейчас раскатаем. Причем раскатывать нужно его очень тонко. Потому что мы потом будем это заворачивать все в рулет. В рулет, да. Вот сейчас. У меня моя дальняя родственница, одесситка, учила, говорила, что их в детстве учили раскатывать тесто так, чтобы можно было читать газету через тесто. Представляете? Читать газету через тесто. Такой толщиной. Да, вот такой, это такой тонкая. Хотя бы, знаете, может быть, это связано с тем, что в Одессе крупными буквами в газетах... Да, другие газеты были, другие новости. Другие газеты, но в новости, да. Не грех было и почитать сквозь тесто. Да. Да. Ну вот видите, она... Немножко прорывается, да? Прорывается, да. Потому что... Так, ну ничего, сейчас мы его слепим, слепим, ничего страшного. Так. Вот и мы, предположим, раскатали его. Мы не слишком его раскатали так, как положено. Так. Ну, это уже, так сказать, не одесское тесто, поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Это у нас варенье. Ложечку нельзя? Ложечка с удовольствием. Чайная или столовая? Столовую. Ольга Александровна, прошу вас, столовая ложечка. Вареница, да? Вареница. Вот нужно засахаренное такое, чтобы оно не жидкое. Не жидкое. Ну, и жуткое тоже не стоит. Жуткой тоже не годится. Главное, чтобы тесто не промокало сильно, правда? Да, вот сейчас мы... Прекрасно. Вот так вот сделаем это. Самое главное, понимаете, тут нужно делать все с любовью. Это очень важно. Мне кажется, с желанием. Приготовление штруделя. Ну, не только штруделя. И оливки? Нет, нет, нет. Давайте, вот изюм. Это сейчас, подождите, сейчас масло. Давайте. Вот оно, оливковое масло. Угу. Сейчас, секунду. Вот, прошу вас. Чуть-чуть. Так. Я все делаю руками, извините, пожалуйста. Ничего, наоборот. Но это так гораздо вкуснее получается. Так. Это у нас изюм. Орехи, конечно, надо было бы натолочь. Давайте натолчем. Ну, я, по крайней мере, их могу ложечкой размять, чтобы они поменьше были, иначе будут крупные орехи. Что еще? Сейчас я думаю, что делать. Я думаю, сейчас сделать вот такую вещь. Взять второе тесто. Так. И сверху. И накрыть его, да. Чтобы оно не промокало. Ваня, держите вот это. Держу, держу. Аккуратненько, давайте. Давайте. Нет, орешки мне посыпьте. Секунду, простите. Сейчас, секунду. Секунду, сейчас. Орешки. Толченые орешечки. Сейчас у нас ступочки. А вот там есть, знаете, что у нас есть? Прямо такая вот штучка. С каким звуком? С каким звуком? Музыкальная. Музыкальная. С таким камертон нашего кулинарного армана. Так. Так, сыпьте туда. Давайте. Сыпьте туда, равномерно так, да. Теперь, пожалуйста, вот там есть сахар ванильный с корицей. Так. Вот так вот. Вот. Так, побольше. Так. Вот. Это такой универсальный этот самый способ. Тут можно делать с мясом, с луком, с капустой, с чем угодно. Этот штрудель можно делать. Да, тут главный принцип. Принцип штруделя в том, что он заворачивается в колбаску. В колбаску заворачивается. И сейчас вот очень-очень надо... Ну, смотри, как все у нас. Ничего. Замечательно. Все нормально, нормально. А может быть, вот эти тоже чем-то промажем? Вот этот вот сверху, чтобы было по... Можно маслом. А может быть, вареньца чуть-чуть нет? Не-не-не-не-не. Изюмчика чуть-чуть сюда? Не-не-не-не-не, он расползется. Понял, понял. Чуть-чуть маслицем? Маслицем, да. Давайте вот я так прямо... Оп-оп-оп. Прекрасно. Противень мне, он не спрорвался уже. Сейчас, 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 сейчас мы замотаем. Сейчас, 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 мы заплаточку сделаем. Заплаточка. На него. Оно чуть-чуть подтаяло просто. Да. Чуть-чуть подтаяло. Так, здесь вот замотаем, чтобы оно не прорвалось. И вот там есть белая вот эта вот штука. А для запекания. Да. Ее тоже, наверное, маслицем можно сломать? Масло сюда обязательно и больше. Так, вот так. Нет, больше. Больше? Больше. Командуйте Ольге Александровне. Больше, больше, больше. Как скажете. Не жалейте. Вот так. Так. И теперь в четыре руки. Давайте сейчас аккуратненько все. Вот сюда. Оп. И сверху маслицем. А мы можем даже вот так вот прямо, чтобы он вот собрался. Сверху тоже чуть-чуть маслицем. Да. Так. И в духовку. Все, знаете, даже вот так вот кисточкой я аккуратно, это вот этим маслицем прямо. Так. И духовка. Сколько градусов? Вот это я не знаю. Ну, нормально. Ну, друзья, вот у нас 200 мы сделаем поменьше. Вот так вот. Дорогая Ольга Александровна. Ну, Господи, благослови. Вот, на всякий случай, как сказать. Благословение от народной артистки. Да. Давайте поаплодируем, друзья. Значит, друзья, что произошло? Мы вместе с Ольгой Александровной уже поставили штрудель готовиться. Это то, что у нас будет к чаю. А сейчас, вы извините, но то, что слава об этом идет по всему миру. И не только о вашем таланте, о вашей красоте, о вашей карьере, о вашем юморе, но и слава о вашей солянке из рыб породы осетрог. Да, да, да. Это мое любимое блюдо. Она действительно славится, моя солянка. Значит, тут варится, значит, уже бульон для солянки. Да, бульончик для солянки. Ну, это там всякие рыбьи, там плавники, вот и такие всякие дела. Ну, да, хвосты. Да, хвосты, плавники. А мы сейчас будем делать вот что. Манечка, вы поможете мне, да? Я вам просто помогу, я с удовольствием вам помогу. Лук. Сколько нужно лука? Луковичку, половинку? Целую. Целую. Значит, целую луковичку просто мы нарезаем. А я огурцы делаю. Так, скажите, пожалуйста, дорогая Ольга Александровна. Да. А откуда этот рецепт появился с солянки? Вы его сами изобрели или вы у кого-то его позаимствовали? Так, опыт, 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 жизненный раз, любовь к этому блюду два и литература. Да что вы? Да, потому что сейчас старинная литература, она всегда писывает солянку из-за сетрины. А потом еще, знаете, я жила в Петербурге, небезызвестном вам городе, да? Уж совсем небезызвестном. Более того, знаете, я два слова. Вы же жили в Петербурге. Да. Вы приехали, вы еще даже не закончили тогда театральный институт. И вы приехали в легендарный Ленинградский театр комедии. Да. Сейчас он называется театр комедии имени Акимова. А тогда вы-то приехали непосредственно к Николаю Павловичу. Да. Акимову. Вот это вопрос о том, что вы жили тогда в Ленинграде. В Ленинграде. И я еще застала там каких-то вот людей старого, так сказать, образца. Петербургского. Да, Петербургцев. И поскольку моя тетка работала в Александринке, то я, значит, очень там со многими была знакома. И они-то вот и делали солянку. И они-то меня вот учили делать эту солянку. Вот. С вашей бабушкой я была знакома очень хорошо. С Ниночкой. Ургант. Вот она нас сейчас смотрит. Да. И радуется. Понимаете? Потому что многие... Врать-то я вам не буду. Да. Многие-то пребывают в абсолютной верности, что вы, моя бабушка. Да, да, да. И связано это с тем, что, конечно, что скрывать. Похожи вы с Ниной Николаевной. Похожи очень. Она всегда жаловалась, что ее за паню Монику принимают. А мне иногда говорили, спойте из белорусского вокзала. Понимаете? И тем не менее, тем не менее, вот видите. И тем не менее, это не обижало ни ее, ни меня. Вот, безусловно, понимаете? Это вот какая-то такая приятная и замечательная насходство. Назовем так. Ребята, скорее доедайте, а то мама после второй обычно у нас на мостик встает. Виктор Драгунский, не хуже вас, цирковых. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня народная артистка Ольга Аросева, друзья. Поверить в это счастье сложно, так же, как невозможно поверить, сколько великих людей разделяли с вами пищу. Вот, перекладывая это на кулинарные рельсы нашей программы. У меня, кстати, вот еще какой вопрос. Я прочитал и в ваших воспоминаниях о ваших встречах с Великой Раневской. Да. Вот расскажите мне, мы знаем про Раневскую много, потому что и печатаются ее афоризмы, и шутки, и так далее. Поскольку у нас кулинарная программа, а чем питалась великая актриса? Великая актриса ничего не умела сама готовить. Ничего. Как и многие. Абсолютно нет. Но она очень любила покушать. Паина Георгиевна, конечно, была добрейший человек, милейший человек. Все ее афоризмы я прекрасно помню. Она потом однажды, что касается еды, сказала не очень приличную фразу, но я и постараюсь ее смягчить. У нас все создано для этой фразы, все условия. Она позвала, я была у Татьяны Ивановны Пельцера, они с ней дружили. Она ей позвонила, Татьяна жила в европейской, а Фейнгерной в Астории. Она ей позвонила, сказала, Таня, придите ко мне пообедать. Я совершенно не умею кушать одна, кушать одной так же безнравственно, как ходить в уборную вдвоем. Вот, пожалуйста. Ольга Александровна, давайте перейдем к солянке. У нас кипит рыбный бульон. Я, с вашего позволения, вы хотели ложечку. Да, и ложечку. Ложечку и... И мне сахар нужен немножечко. Так, сейчас я вам принесу сахар, пожалуйста. Так. Сахар я вам несу. Капелечку сюда просто. У меня прямо вот так же. Да, вот все-все-все. Хватит, да? Да-да. Так. Так, и половничек можно? Половничек с удовольствием, я вам дам. Вот уж у нас половничек. А нужны без удовольствия? Нет, вы знаете, извините, но с удовольствием. С удовольствием лучше, да. Вот половничек. Поменьше, чтобы кипело. И выйдите вот эти части. Я выну, я все-таки все не нужно, и я отсюда... Ну вот эти куски, да. Потому что рыбный бульон, да. И куски рыбы, они нам не нужны, правильно? Вот эти нет. Это плавники, это все такое... Вот, друзья. То, что не нужно. Ольга Александровна, вы сложно даже... Вы с 1951 года в Театре Сатиры или 50? 50-го. С 50-го года в Театре Сатиры. То есть... 60 лет ровно. Это почти пожизненное. Это научно-фантастика, что вы говорите сейчас. Значит, вы в Театре Сатиры, то есть при вас... Ведь это же как? Это невозможно в это тоже представить. При вас в Театр пришел юный, например, Андрей Миронов. Да. Да, он пришел в Театр к вам. Юный Театр. И сейчас... А Андрей пришел со школьной скамьи прямо. Это фантастика. Да. Я хотел бы вас спросить. Существуют ли в Театре Сатиры кулинарные какие-нибудь традиции? Есть ли какие-то, я не знаю, на открытие сезона, на закрытие сезона? Вы знаете... Как это блюдо, может быть, которым славится Театр Сатиры? Вы знаете, были... Были... Давайте я по полончикам... Мы праздновали, это самое... Какие-то праздники и делали меню из фамилий. Ну, такие это... Я не все помню, но помню, что было блюдо, которое называлось «оросенок жареный». Это, значит, мою честь. Все понятно, да. А рунги был... Копченый ширвинды не было? Нет, не было. Рунгет из яблок. Это было рунги. Потом жириков у нас такая была, жареный жирик. Так, и вот я сейчас... Вот. Лук прямо не без обжаривания, прямо туда? Нет, 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 без обжаривания. Друзья, может быть, я что-то думаю, там у нас так достаточно много бульона. Может, не весь? Вот так, наверное, да? Весь не будем. Вот, друзья, значит, я напоминаю. В бульон мы уже положили томатную пасту, лук, соленые огурцы. Каперца не нужна? Нет, сейчас лавровый лист, перцы для вкуса. Да, давайте. Сколько лаврового листочка? Вот так, Ольга Александровна? Ну, два. Два? Да, несколько листочков. Прямо туда. Да. Тоже закладываем. И это самое... Черный перец. Черный перец. Так. Я, с вашим позволением, все это перемешаю. Так, Манечка, вот это вот так, чтобы... Это не нужно, да? И прямо вот так вот целиком, да, крупно порезанный помидор. Да, да, да. Все. И это должно у нас закипеть и вариться. Да, и вариться. Немножко пусть прокипит, а потом мы куски рыбы. Вот рыбу дайте мне, я сейчас ее приготовлю. Сейчас, секунду. Рыба, которая не варилась, а другая рыба. Рыба хорошая, да. Рыба хорошая рыба, да? Да. Потому что основа варится. Сейчас я ее кусками. А я тогда, с вашего позволения, эту рыбу возьму. А где она? Вот она. Дальше мы... Осетринка? Мы ждем, когда можно будет кинуть осетринку. А когда можно будет кинуть осетринку? В какой запах? Да можно и сейчас кинуть. А вот возьмем и кинем. И кинем, и все. А расскажите, пожалуйста, Ольга Александровна, не могу вас не спросить про вашу встречу с Анной Андреевной Ахматовой. Пили ли вы чай? Что предпочитала Анна Андреевна? Я вам хочу сказать, вот, значит, тоже, чтобы как-то это объединить с кулинарией. Да. Значит, Фаина Георгиевна, значит, очень добрый человек. Она получила там это, 25% в кино, как положено, были последние, да? И она, значит, просила меня пойти в коммерческий магазин, купить батоны и сделать такие, значит, бутербродики. Я, значит, пришла, там сидела Анна Андреевна. И, значит, Фаина мне говорит, вот, значит, ты сделай бутербродики, отрежь, тортинки сделай, отрежь корочки. И туда, значит, там это, 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 вичинку, там это и это. Я говорю, хорошо. Говорит, а это Анна Андреевна, Оля Анна Андреевна, вот, это молодая актриса из театра комедии, ты, конечно, знаешь, стихи, наверное, вот, прочти что-нибудь. А Анна Андреевна, это было у Фаины Георгиевны? Георгиевны в Астории, да. В Астории, ага. Вот, прочти какие стихи, ты, наверное, знаешь, Ахматовские стихи. Я говорю, да, конечно, встала в позу, значит, и прочла. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет. Я не могу сказать, было ли это хулиганство, было ли это от смущения, что это было, я не знаю. Но я после этой строчки остановилась, замолчала, наступила такая пауза большая. И Фаина Георгиевна так сказала тихо, а ее мама по-французски говорит. Понимаете? Понимаете? И я перепугалась, я говорю, ой, извините, ради бога, я спутала, я знаю про красный тюльпан. Так. Вот, их только красный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице. Она говорит, ну, это детство не так читаешь. Это на мотив восточной песни, это я была в Ташкенте в эвакуации. И, значит, таким очень странным голосом запела, и только красный тюльпан. Но вообще поэты, когда читают свои стихи, всегда странными голосами это делают. Я с трудом, значит, удерживалась, чтобы это, Фаина, видя мое состояние, сказала, ладно, давай занимайся бутербродом, и мы пошли. Но для меня Фаина Георгиевна, конечно, самый большой комплимент в жизни, в актерской деятельности я получила от нее. И я всегда об этом вспоминаю, потому что так сказать могла только она, а не кто другой. Когда я сидела в сад-аквариум, там, значит, наш театр, и театр Моссовета, где она работала, и она, значит, проходила, а я стеснялась курить в театре, и выходила туда курить. И вот сижу, курю, проходит Фаина, значит, куришь все. Я говорю, ну, я ладно, а вот, а она идет тоже с сигаретой, я говорю, а вы-то вас зачем курите? Я говорю, вот, много вы курите? Ну, как тебе сказать, когда я чищу зубы здесь, я ее вставляю сюда. Когда здесь я ее перекладываю сюда. А ты зачем куришь? Я говорю, Фаина Георгиевна, сейчас была генеральная репетиция. Я говорю, я так плохо играла, я вот так переживаю и ужасно играла. И она так, проходя обнимание, говорит, не хвастай, ты это не умеешь. И прошла, что-то не надо. Как красиво, что-то пленедно. Я говорю, вынимаюсь, и так не задумываясь, вот так вот, сэр, что она сказала. Ольга Александровна, у нас вовсю кипит рыба. Сейчас, подождите, вот это я каперсы сюда, оливки давайте. Несу оливки, так. Каперсы, как раз соли они добавят нам. Да, давайте. Так, оливочки я закладываю. Да, еще. И еще это пускай прокипит, да? Да, вот прокипит, и все уже сейчас будет готово. То есть, как быстро готовится. Да, солянка. Все-таки солянка рыбная, особенно из-за сетрины, готовится очень быстро. Что скажете? Вкусно. Да. Витя, Галина Петровна, Заза, вы на папу на нашего внимания не проезжаете, он так до утра петь может. Давайте колбасу нарезайте, холодец, по рюмке и, как говорится, Виктор Розов, гнездо глухаря. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Ольга Аросева. Да. Ну что тут сказать. Ольга Александровна, я не прошу себе, если не спрошу у вас. Да. Вы долгие годы появлялись на экранах телевизоров, помимо экранов кинематографических, в качестве польской красавицы. Какие-то польские блюда появились, вы послушайте, ну там пол театра сатиры в кабачке. Все, как бы, мода на польское была. Вот я хотел вас узнать, мода на польское на застолье каким-то образом переносилась, кроме судака по-польски? Ни в коем случае. Значит, 15 лет мы приходили в студию и пили, значит, вместо всех напитков нам давали спитой чай. Больше ничего не давали, ни кофе, ничего. Мы говорили, налейте кофейку, нам давали спитой чай, налейте там вина, нам давали спитой чай. То есть бар, кабачок. Так же, это все была фикцией, никаких, так сказать, блюд польских мы не вкушали. Ольга Александровна, пока у нас стоянка у нас уже готова, настаивайте. Так, вы любите чай какой, покрепче или по... Покрепче. Покрепче, да? Чая. А я пока разливаю солянку, ладно? Давайте, прошу вас, разливайте соляночку, а я закрываю. Так. Ну, это очень простое приспособление такое, неприхотливое в быту. М-м-да. Ну что же, так, стронг. Четыре минуты, температура 80 градусов. Ти, начали. Все. Сейчас закипит и сам заварится, и все будет готово. Ну что же, вот уже и соляночка. Пожалуйста. А вот уже и соляночка. Друзья, позвольте, пока вы накладываете, Ольга Александровна, я напомню, как мы это готовили, рецепт. Да. Значит, рецепт такой. В бульон, который сделан из обрезков, из хвоста, из головы, из плавников, рыбы, породы оседового, вы закладываете разведенную томатную пасту, мелко порезанные соленые огурцы, лук мелко порезанный. Все это немножко варится. Да, потом. Пока не сварится лук, да, вот это у нас. Лук сварился, добавляйте осетрину. Да. Добавили туда осетрину, сварилась практически осетрина, перед этим добавили, естественно, лавровый лист и перец горошком. Да. После этого посолили, добавили туда каперсы и маслины. Еще раз, скипело, все закипело, чуть-чуть поварилось, настоялось. Мы добавили зелень, добавили лимончик в тарелочку. Сметана словно волшебная появилась, понимаете? Да, но это тоже кто как любит. Вы знаете, я честно люблю. Ну что сказать, друзья, пробуем. Поаплодируйте. По-моему, вкусно. Я бы сказал, не просто вкусно. Спешу познакомить вас со штруделем, аросевским, так назовем его. Значит, крепкий. Хорошо. Так, слушайте, да вы, может, практически есть-то? Конечно. Оп. Да. Извольте. Хорошо. Ольга Александровна, чайку позвольте предложить вам. Ничего, что я присела, ладно? Мне наоборот. Вы знаете, мне всегда хотелось, чтобы здесь мы как-то чай стоя пьют, знаете... Да. Где-то в этой самой... В вокзале чай стоя пьют. Да, а у нас не так. Я... Вы любите крепкий, вам крепкий. Я... Себе. Вы знаете, что, а можно... Можно я сделаю одну вещь? Я знаю, вы меня... Вот тут есть у нас варенье. Да. А можно я чуть-чуть варенье себе положу вот так вот сбоку? Можно. Да, можно же вот так вот. Смотрите, как будет красиво. Ну что же, как штрудель? Нормально. Нормально? Как не странно. Ну почему? Что должно быть странного? Я вам скажу. Как? Чудесный штрудель. Да. Прекрасный штрудель. Друзья, штрудель удался. Пропитавшийся. Сочный штрудель. Хотя вот и газету не читали, а все-таки получилось. Мы вас поздравляем с юбилеем еще раз. Мы вас поздравляем, мы вам желаем здоровья, мы желаем вам творческих успехов и планов творчества. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, Банечка, вам большое. Спасибо большое вам. Друзья, Ольга Аросева сегодня с Маки. У нас на этом, друзья, все. Увидимся совсем скоро. И вы узнаете, что инжир в переводе с сербского означает... Юра, не говори на работе, что я липосаксу и сделала. АПЛОДИСМЕНТЫ